Продолжение следует... 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 Это действительно позитивный фактор В Канаде сегодня отдыхают, празднуют День Канады Далее у нас с вами, после того, как были данные по Японии в 2 часа 50 минут Рано утром в 4 числа вышли данные по Китаю в деловой активной сфере услуг 53,8, рост по отношению к предыдущему значению В производственной сфере, по данным NBC Чуточку хуже прогноза, но совпадает с предыдущим значением Поэтому это больше можно расценить как позитив, нежели как негатив Далее по Австралии были разрешения на строительство годовые и месячные данные Год оказался хуже, чем в предыдущий отчетный период Данные были пересмотрены, а вот месячные данные очень даже были оптимистичны Если посчитать в целом, это рост практически на 7,5% Это действительно же позитив Далее Китай, индекс деловой активности в производственном секторе HSBC И данные июньские 49,4%, а ждали 49,6% Это определенный спад, определенный негатив По Японии продажи транспортных средств выросли до 5,4% Это позитивный фактор В Швейцарии сегодня деловая активность совершенно нейтральная 50% ровно, при этом были в красной зоне Поэтому выход даже на нейтральные значения Это, в общем-то, достаточно позитивный фактор на текущий момент Далее были данные по Германии Деловая активность в производственном секторе 51,9% Совпала с прогнозным значением Это позитив Однозначно совершенно Еврозона, индекс деловой активности в производственном секторе Тоже совпал с прогнозным значением На тот момент евро никак не торговался Но поступающие события из Греции Немножечко потрясли европейскую валюту Но очень незначительно, конечно Там было небольшое снижение Потом котировки возвращались Даже немножко отыграли наверх Но потом опять вниз То есть очень разонаправленная динамика сегодня была по европейской валюте А вот в Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе Оказался хуже прогнозного значения Это, пожалуй, единственная сторона, которая сегодня показала негатив Но вся фишка в том, что производственный сектор в общем спектре британской экономики Занимает не такое же большое место Это больше финансовая империя Там финансовая система банковская А финансовая банковская в частности Занимает большую долю И поэтому здесь, когда в производстве выходят не очень позитивные данные Это не очень уж страшно для британского фонда Далее у нас сегодня в 12 часов 30 минут Было выступление главы банка Англии Марка Карни И вот это тот момент, которым было сегодня приковано внимание И я вам зачитаю немножечко то, о чем говорил Марк Карни В своем выступлении Вот в частности, банк Англии в среду заявил о том Что перспективы финансовой стабильности в Великобритании Ухудшились в последние дни На фоне усугубления кризиса в Греции То есть здесь тоже собак вешают на Греции Все плохо, потому что Греки бяки, ай-яй-яй Далее Согласно выходящему раз в полгода докладу банка Англии О финансовой стабильности Риски, связанные с Грецией и ее неспособностью Достичь соглашения с международными кредиторами Возросли и угрожают спровоцировать падение на финансовых рынках Которое может негативно отразиться на всей мировой экономике в целом Оно как, видите, да? То есть масенькая Греция, миленькая Она прямо сейчас все прям обрушит Ужас страшный, боюсь, боюсь, боюсь Ой, как страшно жить, как страшно жить Надеюсь, вы понимаете мою информацию Далее, Центральный банк уверил инвесторов и участников рынка Что прямая уязвимость британских банков перед лицом греческих проблем незначительна А вот это уже ближе к Ристине, конечно же Тем не менее, в банке предупредили, что потери, связанные с другими Облененными долгами странами еврозоны Могут оказать более серьезное давление Если Греция выйдет из состава еврозоны То есть все-таки пугалочку оставляет банк Англии Далее банк Англии заявил о том, что он совместно с Министерством финансов Великобритании и властями страны Европы Разрабатывает планы действий на случай развития кризиса ОМК В банке не сказали ничего конкретно об этих планах Но аналитики говорят, что они, вероятно, будут подразумевать Предоставление чрезвычайного кредитования банкам и другим важным участникам финансовой системе В случае исчезновения других источников финансирования Власти Великобритании будут продолжать следить за развитием ситуации И будет сделано все необходимое для обеспечения финансовой стабильности Великобритании Говорится в закладе Банка Англии И в словах его руководителя Марка Карна Итак, отчет был Как страшно жить Греция нас всех потопит А вот сегодня Показали в новостях И это как раз является очень показателем Выступал другой Финансовый столб Уоррен Баффет Который в частности заявил Ну что же вы все орете-то насчет этой Греции Как вам не стыдно-то? Вы посмотрите цифрам, посмотрите фактом в глаза Ну какова доля экономики Греции в еврозоне? А если взять всю мировую финансовую систему То это даже не капля в море Что бы там в Греции ни произошло Это не несет никаких угроз финансовой стабильности мировой Что же, говорит, вы все там с ума-то посходите? И вот я на миллион процентов разделяю его точку зрения Итак, давайте оставим Грецию грекам Пойдем с вами дальше 14.00 По штату был индекс ипотечного кредитования По данным MBA Данные за июнь 26 Резкое снижение До этого был рост на 1,6% Теперь снижение на 4,7% Это на круг у нас с вами получается Аж 6,3% отрицательной динамики Это же, конечно же, негатив Индекс сокращения рабочих мест Годовые данные 44.842 тысячи И далее в 15.15 вышли данные от ADP Изменения числа занятых в частном секторе И было создано новых 207 тысяч новых рабочих мест По отношению к прогнозам 218 Это, конечно же, несомненно позитив И косвенно говорит о том, что нонфарм, наверное, тоже выйдет очень хорошим Может быть, не такой запредельный, как это было в прошлый раз Когда он почти под 300 тысяч вышел Нонфарм Но, скорее всего, значения тоже будут позитивные И рынки это наверняка воспримут Как такой хороший зеленый сигнал По американскому доллару Ну а дальше все будет зависеть от того, как поведет себя федеральная резервная система Будут повышать процентные ставки Или же решат все дело отложить Либо до конца этого года А может быть, даже решение будет отложено на следующий финансовый год Далее В 16.45 будет индекс деловой активности в производственном секторе По данным маркет Июньские данные И здесь ожидается практически нейтральная динамика На том же уровне было 53.4 То же самое остается Постепенный разгон инфляции у нас с вами увеличивается С 49.5 до 51 Это позитивный фактор И один из ключевых моментов, на который сегодня будут обращать внимание рынки Это индекс деловой активности в производственном секторе По данным ISM Данные за июнь Ожидается рост С 52.8 до 53.1 Это, конечно же, позитивные данные И если это действительно так, то это может продолжать оказывать поддержку американскому доллару И он может продолжать укрепляться практически ко всем основным мировым валютам Сегодня еще будет заседание Еврогруппы Оно протекает и проходит Ни о чем не договорились Там уже прямую ромашку устроили Любят, не любят Будем, не будем платить Дадим денег, не дадим денег А это в свою очередь возьмем денег, не возьмем денег И так далее То есть бодяга продолжается Но пока что еще двери не закрыты И считается, что шанс для окончательной договоренности На текущий момент все-таки еще и остается Несмотря на то, что вчера уже состоялся технический дефолт И 30-го числа, когда греки должны были платить Платежа, естественно, не было Изменение запасов нефти и нефтепродуктов сегодня Тоже ожидается снижение, но не такое бурное, как было до этого До этого было практически 5 миллионов баррелей Теперь снижение всего на 2 миллиона баррелей Тем не менее, это снижение Посмотрим, как рынки отреагируют на такие цифры снижения запасов Тем более, что, конечно же, мы будем отталкиваться Не от прогнозных значений, а от фактического значения И в довершении всего сегодня 20-30 Общий объем продаж транспортных средств Извините, пожалуйста, данные за июнь Опять же, посмотрим, что будет по факту Вот это весь новостной фон сегодняшний Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно Жду вашей реакции Вижу, что Роман написал вопрос Почему количество новых рабочих мест, созданных не сельского хозяйства В этом месяце выходит в четверг, а не в пятницу, как обычно Объяснение очень простое У них есть такой праздник, который называется День независимости Это 4 июня Но поскольку 4 июня выпадает на выходные Они решили пятницу сделать выходным днем А пятница – это тот день, когда выходит нонфарма Поэтому, соответственно, нонфарму взяли и перенесли с пятницы на четверг Роман, все понятно? Игорь, давайте ваш вопрос Делаю паузу, жду, когда Игорь свой вопрос напечатывает В нисходящем тренде австралийца-китаец виноват Ну, очень опосредованно Это даже нельзя сказать, что он виноват Он просто ему немножечко помогает Становится дешевле, что в принципе Только на руку Резервную банку Австралии Австралии в целом И австралийской валюте в частности Игорь, еще вопросы есть? Отреагируйте, пожалуйста Ну, конечно, помогает, а как же? Итак, идем с вами дальше Вопросов по макроэкономической статистике нет Смотрим технику Нефтяные котировки Вчерась, то есть давеча, то есть надысь У нас было повышение нефтяных котировок В частности, марки WTI Сегодня небольшое снижение И то и другое объясняют Греции На фоне опасения котировки выросли Сегодня на фоне опасения котировки снизились От склонности инвесторов рисковать И от склонности инвесторов бежать От риска вот мы с вами наблюдаем такие вещи То есть, по сути дела, ни о чем Это у нас с вами WTI, извините А теперь смотрим Brent Ну, та же самая картиночка Вчера вверх, сегодня вниз В целом ярко выраженное боковое движение Движение в никуда, по большому счету Удаляю эти трендовые линии Они очень старые уже, старые шаблоны Поэтому позволю себе их удалить Теперь смотрим фьючерс на индекс американского доллара Вчера он умудрился-таки закрыться Чуть-чуть выше уровня 95.50 И сегодня динамика продолжилась Но если посмотреть часовой таймфрейм Хвост павлин на блин мы с вами здесь вылетаем Выжжение в одну сторону, резкий разворот, потом вверх Ну, поскольку в целом динамика восходящая Будем считать, что сегодня день походит Проходит под знаком укрепления американской валюты По отношению ко всей корзине основных мировых валют Теперь смотрим шестерку мажорных валютных пар Которые составляют этот самый индекс американского доллара И начинаем с пары евро-доллар Что у нас здесь с точки зрения трендовой Консервативной торговой системы А говорит она нам следующее Тренд нисходящий в фазе импульса И то же самое подтверждает индикатор ОСМИ Причем безо всяких отягчающих нему обстоятельств По этой валютной паре Направление сделки нам на миллион процентов известно Это только вниз, это только продажи, это только даун И никаких других вариантов Смотрим внутреннюю структуру Была волна прилива Теперь нам нужно подождать, когда все-таки будет волна отлива И на начале формирования новой приливной волны По сигналу осциллянтора в продажу Вы сможете определить, когда же наступит момент входа по европейской валюте Сигнал должен быть четкий, сформированный и зафиксированный на 4-часовом таймфрейме То есть свечка должна быть закрыта Когда момент наступит, нужно будет открыть часовой фрейм И подождать еще и бокового движения Ну типа вот этого Этого вполне и вполне достаточно Если все срастается Условие выполняется Ставите отложенный приказ Cell Stop Определяете точку выхода, где вы будете выходить стоп-лост И в качестве цели берем нижнюю границу ценового канала На текущий момент записываем Это значение 1.0526 Это практически полное отторговывание Диапазонной торговой системы А здесь я бы сказал, что Take Profit лучше ставить на середину Примерно на значение 1.068 1.068 Пожалуй, вот это будет правильная цель Нежели та, которую я озвучил вам в начале Поэтому давайте мы с вами подправим И выберем ее в качестве основной 1.0685 Вот давайте в конце концов Сойдемся на этой цели И я сделаю ее не пунктирной, а сплошной линией То есть вот это наша с вами цель Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно Жду вашей реакции по европейской валюте Если есть вопросы, напишите коротенькое слово Есть Затем свой вопрос задавайте Если же вопросов нет, ставьте плюсик И мы пойдем с вами дальше Вижу, что вопросов нет Смотрим следующую валютную пару Коей у нас с вами является британский фунт Который стерлингов Тренд восходящий Тренд нисходящий Это валютная пара, выпиющая противоречия Два трендовых индикатора просто не совпадают А более того, еще говорят совершенно противоречивые вещи Если это говорит бычья доминанта То это говорит о медвежьей доминанте И значит они друг друга поглощают И по британскому фунту ни о какой торговле Сегодня не может быть и речи Сидим на заборе, курим бамбук Сделок не совершаем Просто наблюдаем в квадратные Оптические Приспособления За этой квадратной ситуацией Так и только так, никак иначе Идем дальше Австрал, пятачок Смотрим, что у нас здесь По австралийцу тренд В восходящей фазе отката И то же самое подтверждает индикатор ОССР Поскольку фаза отката не торговая фаза Значит по австралийцу мы тоже не можем себе позволить Сегодня торговать, а только наблюдать Ну или можно покурить бамбук Это максимум, что мы можем себе позволить Но торговать сегодня категорически по этой Консервативной трендовой торговой системе Нельзя ни в коем случае Поэтому семимильными шагами мы с вами идем дальше И смотрим следующую валютную пару Это японская иена Что у нас здесь Тренд нисходящий в фазе импульса И то же самое подтверждает индикатор ОСМА Нет отягчающих вину обстоятельств В виде дивера значит на 100% сегодня день продаж Только о продажах может идти речь Это значит только sell, только down И никаких вариантов Четырехчасовой таймфрейм Внутренняя структура Смотрим что идет Идет отлив Дожидаемся когда отлив закончится И на формировании новой проливной волны По сигналу осциллятора в продажу Мы с вами определим Когда же наступит момент входа По японской валюте Извините пожалуйста Так вот когда сигнал будет четко сформированный Зафиксированный И не сможет отмениться на 4-часовом таймфрейме Вы поймете что момент входа наступил Нужно будет открыть часовой таймфрейм И подождать еще и движение вбок Консолидации И вот в случае если все сходится Только в этом случае Вы поставите отложный приказ sell stop Определите точку выхода Где вы будете выходить стоп лосса И на текущий момент Наша с вами цель По японцу это Берем ручки и записываем На текущий момент у нас с вами граница ценового канала 120 йен и еще 65,7 за один американский доллар Повторяю 120,65 Какие у вас будут вопросы Что неясно Что непонятно По японской валюте Жду вашей реакции А Валерию хочу напомнить Что у нас здесь принято так Когда я спрашиваю Есть ли вопросы Вы пишите коротенькое слово Есть Я делаю паузу Вы вопрос задаете А когда вы потом с большим опозданием Когда я уже начал говорить про японца Сдаете вопрос по австралийцу У нас с вами получается полная бредятина А чтобы ответить на ваш вопрос Повторяюсь По австралийцу я уже все рассказал Никакого нисходящего тренда по австралийцу нет Поэтому я и паузу там не делал Поскольку там все совершенно однозначно Для танкистов еще раз объясняю Муинг смотрит вверх Фаза отката Значит здесь тоже фаза отката А в фазе отката Мы не торгуем Торгуем только в фазе импульса Валерий Все понятно Почему я не делал паузу И почему ситуация не торговая Должна быть фаза импульса Муинги должны смотреть вниз И гистограмма должна понижаться А поскольку этого нет Значит мы не торгуем Поэтому прошу вас быть чуточку более внимательным Идем дальше Смотрим после японца У нас с вами швейцарский франк А здесь покупки Посмотрите Быстрая пересекла медленную снизу вверх И гистограмма повышается Находясь выше нулевой отметки Значит сегодня 100% день покупок По этой валютной паре Только ап Только бай И никаких других вариантов Смотрим внутреннюю структуру Идет прилив Ждем волны отлива И на формировании Новой приливной волны После сигнала осциллятора В покупку Когда он будет четко сформированный И зафиксированный И понимаем Когда наступит момент входа После этого нужно будет Открыть часовой таймфрейм И подождать бокового движения Консолидации И только если все условия выполнятся Поставите отложенный приказ Бай-стоп Определите точку выхода Где будете выходить стоп-лоссом И цель на текущий момент Это граница ценового канала Берем ручки И записываем 0.9685 0.9685 Какие будут вопросы Что неясно Что непонятно Жду вашей реакции День торговый Поэтому вопросы уместны А вот когда день не торговый То есть спрашивают Бывает как правило Ночью И так жду По швейтерскому франку Который франчелло Вопросов нет Идем дальше Смотрим канадцы По Канаде Тренд восходящий в фазе импульса То же самое подтверждает Индикатор ОСМА И нет никаких дилеров Направление сделки Известно только покупки Только бай Все что нам остается Посмотреть внутреннюю структуру Идет прилив Ждем окончания прилива Затем волны отлива И на начале формирования Новой приливной волны Как только будет сигнал Осциллятора в покупку Вы поймете Что да Вот оно Счастье Наступил момент входа Когда этот сигнал Сформируется И зафиксируется На 4-часовом таймфрейме На часах Нужно будет еще ждать И бокового движения Если все расстается Условия выполняются Ставите отложенный приказ Байстоп Определяйте точку выхода Стоп-лоссом В качестве цели Граница Линия сопротивления Ценового канала На текущий момент Записываем 1.26.65 Повторяю 1.26.65 Какие будут вопросы Что неясно Что непонятно Жду вашей реакции По канадской вороне График растет Канадец дешевеет Сегодня выходной день В Канаде Вот он и зашевеет Вопросов нет Смотрим Последний финансовый инструмент Это золото Вот посмотрите Фильтры смотрят вниз Значит мы можем Только продавать Цена находится Ниже 50% Отметки Самый оптимальный вариант Либо отскок от этого уровня Тогда можно торговать И попытаться сварить Полпорции черепахового супа Если же цены пробивают Нижний уровень И потом отскакивают Уже с него Отталкиваются От пробитого уровня То здесь можно торговать До нижней границы Это 1142 доллара И еще 55 центов За одну Тройскую Музу Вот примерно Такой расклад По золоту Какие у вас будут вопросы Что неясно Что непонятно Жду вашей реакции Отреагируйте Пожалуйста А у матросов нет вопросов Но это же не может не радовать Тогда давайте будем прощаться Я благодарю всех за внимание С вами был Эдуард Сунгатуллин До свидания Всего вам доброго Я желаю вам удачи Будьте внимательными И осторожными Берегите себя Удачи всем До встречи Субтитры сделал DimaTorzok